здравствуйте дорогие телезрители конечно мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема посев лука того сладкого того замечательного и не только сладкого и замечательного есть еще лук порей например луки есть еще и в однолетней культуре обычные горькие которые как мы говорим жгучие и я тоже хочу сказать что для это как раз для тех у кого нет возможности посеять это на даче в начале апреля вот из луков которые здесь находятся здесь конечно и глоба exhibition а илса грейк и эти луки они до их достаточно посеять в начале апреля в первой декаде но есть луки другие вот такие например это порей пореев существует разновидностей сортов очень много и среди них есть очень позднее то есть с очень высокой ногой белой это то что нам и надо это она такой вкусный суп нам варит это просто замечательные луки еще и очень полезны их можно и сушить на зиму для того чтобы заправлять супы борщище можно и в свежем виде сохранять в холодильнике завернув отдельно каждый в белую плотную бумагу но этот лук сеять надо раньше все-таки не получается он посеянный в апреле но не вырастает эта замечательная толстая белая нога хоть ты тресни значит посев надо производить или в конце февраля или в начале марта поэтому делайте разницу кого куда а вот для тех у кого нет не может быть и не парника даже и не теплицы и это не грех и не позор я вас умоляю у каждого свое видение выращивания овощей но вырастить их надо раньше поэтому мы эти луки посеем загодя значит все сладкие луки будем сеять в начале апреля в первой декаде вот так же как я вам сейчас показываю а вот такой лук посеем вот сюда в горшок в конце февраля поскольку сюжет выйдет еще в январе поэтому портить семена я не буду я сделаю это по правде в конце февраля хотите покажу но сейчас я все-таки воспользуюсь моими замечательными серебряными горошками и сымитирую посев лука вот в этот горшок здесь почва замечательная прогретая на даче прогретая она пропарена на мангале сюда введена на 5 литров вот такая горсть агро вермикулита и такая же горсть агро перлита и то и другое вы уже с этим знакомы можете почитать видео такое есть вот как же все таки надо посеять часто и не часто да я вас умоляю вот в данном случае если это касается лука это же не капуста растет он себе да и растет смотрите какие милые горошки поэтому мы посеем совершенно произвольно не раскладывая семечки но достаточно густо потому что нам такой рассады понадобится ну на целую грядку я думаю потому что мы за лето съедим это дело больших количествах ну вот скажем вот такого количества может быть чуть чуть маловато но я добавлю этих горошков замечательно будем считать что это семена лука да посмотрите я посеяла более чем достаточно густо я надеюсь что вам всем видно почему я это сделала да только потому что вот этот красавчик лук и тот и другой они будут расти очень дружненько подпирая друг друга чтобы не падать а вот когда придет пора их рассаживать вот тогда мы этот контейнер просто опустим в емкость с водой так чтобы у нас допустим ну проем и опустим чтобы она у нас медленно и верно за пару часов набрала столько влаги чтобы при вынимании оттуда а можно целый ком вынуть без горшка эта почва поставленная с росточками лука в воду она просто наполнилась влагой и распалась и тогда мы не пораним ни одно растение можно еще гуще посеять сверху также земля пролита горячей водой с вот этим микро удобрением два колпачка на литр я обычно так делаю я засыпаю все это и не надо никого жалеть никто не погибнет здесь очень хороший состав почвы замечательный просто вермикулит будет держать влагу перлит заменит нам песок и будет пропускать воздух столько сколько нужно растения учитывая что отверстия на таких контейнерах просто изумительные со всех сторон и сверху снизу и сбоку то дышать растения будут правильно значит вот видите все замечательно а теперь для тех у кого нет возможности поехать на дачу и посеять там учитывая что парей нужно сеять гораздо раньше чем апрель месяц мы завязываем все это дело вот так лук очень холодостойкая культура нам нечего бояться и отправляем в холодильник учитывая что семена лука имеет очень жесткую оболочку конечно он нам будет выносить мозг но мы уберем холодильник и терпеливо будем ждать того момента когда у него выскочит вот такие единички и вот только тогда утром не важно если он вечером выскочит нет только утром мы разве вытащим из холодильника развяжем пакет и уберем это на прохладное окно которое от комнаты картонной этой штукой от коробки будет изолирована эта культура не потерпит тепла он у вас будет худой тонкий несчастный такой будет смотреть вам в глаза что ему жарко просто и уж пожалуйста постарайтесь сделать такую изоляцию как его поливать и как его кормить я расскажу в следующих программах ну а на сегодня пока все